И к нашему эфиру присоединяется Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист. Здравствуйте. 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 В Давосе сейчас проходит Всемирный экономический форум. Туда приехали представители более чем 100 стран мира. Это и президенты, и премьеры, и министры, и бизнесмены. Россию, начиная с 2022 года, в Давос не приглашают. Не будет ее представителей вот и в этом году. И в Кремле в этот раз отреагировали, сказав, что у них есть свои, мол, дружественные площадки. Это ШОС и БРИКС. А форум в Давосе им вообще не нужен. Но давайте вспомним, что было до полномасштабной агрессии. В Давосе ведь приезжали многочисленные делегации из Российской Федерации. Там в русском доме, наверное, были самые громкие и самые дорогие вечеринки. И, кстати, теперь в этом здании Дом военных преступлений России. Скажите, вот такая изоляция, это ведь не только имиджевые потери для РФ? Ну, безусловно, это все, ну, скажем так, это все-таки полуизоляция. Потому что говорить о полной изоляции в условиях, когда Давос, это все-таки, ну, это половина мира. Если говорить об экономике, если говорить о науке, то это большая часть мира. Но, тем не менее, все-таки это не весь мир. Я в данном случае не пытаюсь как-то снизить проблемы для России от такого рода полуизоляции. Но это именно полуизоляция, потому что глобальный юг, или, скажем так, то, что называется, глубинное человечество, в этой изоляции не участвует. Не участвует в этой изоляции Китай, не участвует Индия, не участвуют арабские страны. Мы видели, с каким восторгом встречали Путина в Саудовской Аравии, в Эмиратах. Вот, ну, конечно, можно было смеху ради сказать о том, что вот сейчас в Москве проходит визит министра иностранных дел Северной Кореи. Но это так, знаете, такой смех, такой не очень веселый. Потому что, на самом деле, сближение этих двух террористических государств, оно, в общем-то, достаточно опасно. Потому что по Украине стреляют сейчас, насколько я понимаю, в значительной степени северокорейскими снарядами. Вот, так сказать, та активность и оживление Северной Кореи в отношении Южной Кореи происходит благодаря в значительной степени технологиям, которые передает Россия. И вот эта вот гиперзвуковая ракета, которую сейчас все-таки испытали северокорейские террористы, она совершенно очевидно носит, она пахнет русским духом. Так что вот здесь по-разному можно судить. Но то, что Россия, видимо, на обозримый период потеряла контакты с западным миром, в Давосе это наиболее отчетливо проявилось. И, в общем, мне-то больше, для меня Давос сегодняшний более важен не в том смысле, что Россия потеряла, а что Украина приобрела. Украина становится центральным звеном сегодня мировой политики, евроатлантического мира. Украина в центре находится и, насколько я знаю, договорились с руководством Швейцарии о том, чтобы провести отдельную большую конференцию в Швейцарии по поводу формулы Зеленского, формулы мира. Да, и в воскресенье вот на этом заседании был представитель 81-го государства. Да, вот это, ну вот мне представляется это самое главное, что, понимаете, я не сторонник вот такого подхода, так сказать, подсчитывать. Ну да, потери России надо подсчитывать, потому что это враг, а сегодня это экзистенциальный враг. Но мне важнее сейчас смотреть те приобретения, которые имеет Украина. Еще раз подчеркиваю, для меня вот совершенно очевидно, очевидно истинной, ну практически аксиомой является то, что это война. Ведь мы сейчас, ну что бы мы ни говорили, мы говорим о войне. Война это центральный пункт наших размышлений, это то, над чем мы думаем и что пытаемся понять, вернее понять в том смысле, как это преодолеть. И вот мое глубокое убеждение, что война не прекратится по причине, так сказать, экономической слабости России. Я в этом абсолютно убежден, ресурсы России здесь достаточно велики. И Путин еще долго будет находить, чем стрелять, значит, кого посылать на убой. А вот что касается того, что приобретает Украина, вот это решающие вещи. Вот это самое главное. Я думаю, что вот та поддержка, которая в том числе, моральная поддержка, политическая поддержка, военная поддержка, экономическая, интеллектуальная поддержка, которая может оказать в том числе форм в Давосе, это то, что может переломить ход войны. Потому что в конечном итоге, если суммировать, то мне представляется, что формула мира, ну, извините уж за нахальство, но я выскажу свое представление о том, как может выглядеть формула мира. Значит, это две слагаемые. Это прежде всего дальнобойные ракеты, вообще то оружие, которое мы уничтожаем в военной территории России. И второе, это политическое решение, оборудование идет по территории военных, по военным объектам на территории России. Вот это вот две условия формулы мира. Мне кажется, что это решающая вещь. А все остальное, и формула, и, кстати говоря, формула в Давосе в той или иной степени может сработать на вот эти два компонента в МОЛОГИРе. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. В правительстве России поддержали конфискацию имущества осужденных по статье о фейках об армии. Авторы этого законопроекта, это депутаты от «Единой России» Ирина Яровая и Василий Пискарев. Они хотят, чтобы конфискация применялась к лицам, я цитирую, в отношении которых доказано, что указанные преступления совершались из корыстных побуждений или по найму. Как вы полагаете, Госдума проголосует за такой закон, но и, наверное, корыстные побуждения они легко найдут. У каждого, кто будет выступать против войны. Ну, с этим как раз проблем не будет. Достаточно будет, например, одного рубля, который кто-то переслал, например, или специально переслал из Казахстана, или из Армении, или еще откуда-то. То есть, ну, такие случаи были, когда доказывание корыстных побуждений сводилось именно к паре копеек, которые переданы, кто-то переслал из рубежа. То есть, здесь проблем не будет никаких. И что касается поддержки, я думаю, что стопроцентное голосование будет. Понимаете, в целом, ну, это же Шариков бессмертен. Граф награбленный, значит, что надо сделать, надо все взять и поделить. Ну, и вообще, как бы, представление о том, что, значит, все, вот, вся оппозиция, все противники путинского режима, это все за деньги. И каждый из нас, кто изначально был против фашистского режима, с самого начала, с момента прихода Путина к власти, постоянно получал в свой адрес обвинение, что мы работаем за деньги ЦРУ, там, за деньги каких-то разведок и так далее. Я уже перестал, значит, даже сбился со счета, выяснять, на какую разведку я работаю, откуда я, из каких источников пытаешься выяснить, где платежки, где переводы. Так что это обычная традиционная вещь. В этом проблем не будет никаких. Я думаю, что это решение будет принято мгновенно, сразу в трех чтениях, единогласно. Ну да, даже вот, учитывая авторов Яровой и Пискарева, это вот даже... Такую интересную информацию я вчера нашла. Некий президент биографического института Ольга Зиновьева вчера собрала пресс-конференцию в ТАСС. И она озвучила несколько своих требований к Следственному комитету. И вот она предложила проверять сотрудников Института философии РАН на лояльность интересам России с помощью детектора лжи. Я ее даже процитирую. На втором году в специальной военной операции вскрылся страшный гнайник Институт философии РАН, последние прибежища негодяев, предателей, иноагентов-перебежчиков. И вот поводом, как заявила эта дама, стало издание сотрудниками русофобских книг за рубежом и в России. Как вам вообще такое предложение? Одни имущества хотят отбирать, другие хотят философов на детекторе проверять. Ну и вот эта дама, она ведь, ну, порождение, порождение вот этой системы просто. Ну, чего оно порождение, это большой вопрос. Вы знаете, это одна из тех гримас или улыбок, или иронии, так сказать, судьбы. Ведь это вдова в прошлом когда-то очень крупного мыслителя, очень крупного советского диссидента Александра Зиновьева, который своей извилистой судьбой действительно создает какие-то парадоксы. Это был очень крупный диссидент, крупный логик, крупный мыслитель. Да, и вот этот биографический институт, он носит его имя как раз. Ну да. Это вот такая вот гримаса истории, понимаете. Человек, который создал, ну, помимо его, так сказать, выдающегося вклада в науку, в математическую логику. Очень плохо вас слышно. Я попрошу режиссера все-таки перенабрать и продолжим разговор. Я напомню, что мы обсуждаем заявление президента биографического института Ольги Зиновьевой, которая вчера вот собрала пресс-конференцию в ТАСС и заявила, что сотрудников института философии РАН нужно проверять на лояльность России. Да, прошу вас продолжать. Вот это действительно какая-то удивительная история, потому что Зиновьев это был человек, который именно вклад в логику, философию, он создал чрезвычайно яркие, острокритические материалы. Там его знаменитое эссе «Зияющие вершины» — это был образец, так сказать, жесткой критики советской действительности. Потом он как диссидент, советский диссидент, уехал за границу, но вернулся он из-за границы, и там, за границей, он вдруг неожиданно переключился на ностальгию по СССР, на жесткую критику, оголтелую зубодробительную критику западного общества, евроатлантического мира. И, приехав сюда, вновь в Россию, он стал оголтелым сторонником, так сказать, у путинского самодержавия. Но после его смерти, к сожалению, как выяснилось на практике, что все-таки у Зиновьева какие-то остатки разума сохранились, но выяснилось, что разум не передается половым путем, что и доказала вся история с его супругой, которая вот сейчас занимается вот такими вещами. Но это совершенно весь этот Зиновьевский клуб, это позорище, это, так сказать, скопление имперцев, скопление шовинистов, и это высочайший уровень концентрации фашизма, интеллектуальной мысли. Поэтому вот это предложение, так сказать, всех философов зачистить и создать единомыслие среди интеллектуальной элиты, это, в общем, ожидаемая вещь. Так что, ну вот все-таки, конечно, меня больше всего поражает источник этой мысли. Вот Зиновьева, которая вроде бы продолжает дело своего мужа, ну, скажем так, самые худшие, то есть инерция самых худших направлений его уже последних мыслей, это действительно примерно то же самое, можно сказать, о Солженицын. Вот Зиновьев и Солженицын, это примеры такого причудливого биографического пути, который, на самом деле, ну, что называется, начал во здравии, а закончил очень-очень заупокой, заупокой своей собственной мысли и своей собственной биографии. Знаете, очень похоже, что у вдовы, вот, возможно, какой-то конфликт с руководством, да, этого института, но вот, пользуясь моментом, да, как она все это заворачивает, страшный гнойник, иноагенты, перебежчики, вот, в такие формы, Вы знаете, сейчас институт философии, в общем-то, зачищен, и, собственно говоря, я довольно давно, после очередной смены руководства, я довольно давно не интересуюсь там событиями именно в институте философии, хотя, скорее всего, там все-таки, ну, совсем зачистить не удалось, там, наверное, остались какие-то, там, какие-то, так сказать, ростки философской мысли. Да, Вы знаете, ей ответили, что на мысли преступления из института нужно проверить тогда всех граждан России, ну, в первую очередь, философов. Вы знаете, недалеко до философских пароходов, да, как, понимаете, в 22-м году отправляли. Так они уже есть, они уже есть, на самом деле, все уехали, поэтому я не знаю, откуда такое беспокойство, но надо сказать, ну, просто последнее, что я в этой связи хочу сказать, это то, что вот эта вот зачистка, она же требует проверить и запретить все книжки, но тогда надо запретить и книжки ее мужа, ну, по крайней мере, те книжки, которые он писал до своей эмиграции, потому что, ну, начать надо, конечно же, с зияющих весот, потому что это как раз та книжка, книжка ее супруга, которая, в общем, побуждает думать и побуждает, это была та самая борьба с тоталитарным режимом, который ее супруг в свои лучшие годы занимался и делал это блестяще. – Уже более чем в 20 регионах России есть проблемы с теплоснабжением, ну, вот, из последнего это в Тульской области, там без тепла 400 домов, в Липецке было 280, ну, это на вчерашний день, да, и при этом на улице минус 25. Знаете, а вот как так получилось, что все это время Россия пугала Европу именно таким развитием событий? – Помните, вот «Газпром» снимал ролики об этом, ну, вот получилось с точностью, да, наоборот. Как вы думаете, люди понимают, что деньги, которые должны были пойти на ремонт теплосетей, замену труб, да, вот, идут на ракеты, которые летят на мирные украинские города? – Думаю, что в основном нет, не понимают. Это, ну, вот, как раз-то те самые зияющие высоты, о которых говорил Александр Зиновьев. Это зияющие высоты духа, зияющие высоты мысли. Люди не понимают этого, люди выходят на улицы и, так сказать, просят Путина, значит, как-то вмешаться, согреть его, согреть их теплом своего сердца. Ну, здесь надо все-таки для того, чтобы объективно оценивать картину происходящего. Ну, вот, я более 70 лет прожил в России, и я не помню ни одной зимы, когда, значит, чиновники, советские, потом российские, не удивлялись бы тому, что зимой в России холодно, не удивлялись бы тому, что зимой в России неожиданно вдруг идет снег, и поэтому надо какую-то снегоуборочную технику подготовить, надо подготовить котельные, надо подготовить, так сказать, теплоснабжение, батареи проверить. Ну, в общем, вот, все это, зима всегда, так сказать, наступает в России неожиданно, и чиновники страшно удивляются. Ну, помимо всего прочего, конечно, чудовищная коррупция, которая особенно в постсоветское время обрушилась на Россию. Сегодня, да, безусловно, война, ну, с учетом того, что экономика России жестко разделилась на военную и гражданскую, причем военная является любимой дочерью, а гражданская стала нелюбимой падчерицей, конечно, это сказывается, конечно, это обострилось. Но еще раз подчеркиваю, чиновники никуда не делись, и что самое характерное, наиболее яркий пример вот этого, этой катастрофы коммунальной произошел в Московской области, когда были в начале января морозы 34 градуса, а, так сказать, вся значительная часть Московской области оказалась без тепла по причине того, что котельная в патронном заводе пришла в негодность. Так вот, владельцы этой котельной, владельцы этого патронного завода, они находятся за границей. А кто эти владельцы, кто руководство этого патронного завода? Как выяснилось, один из них полковник ФСБ, который в 90-е годы занимался созданием ОПГ, а другой – это бывший охранник Путина. Вот, собственно говоря, такая вот микрокартинка российской экономики. Кто является причиной всего того, что происходит? Ну, вот, собственно, коррупция плюс путинский режим. Ну, это усилило. Но в целом фундамент был, конечно, всегда. То есть это то, что было характерно еще для советского периода и постсоветского тоже. Ну, а сейчас, конечно, война. Но понимание того, вот связать в своей голове две очевидные вещи, что, так сказать, то, что не пошло на коммуналку, пошло на ракеты, летящие в Украину, это, мне кажется, основная масса населения. Я поддерживаю очень много контактов с людьми, которые находятся в России. И многие из них не понимают, что происходит. Просто не увязывают в своей голове свои беды с тем, что идет война. Более того, огромное количество россиян на сегодняшний момент в принципе не понимают, что идет война. У них все в порядке. У них все хорошо. Вот это, пожалуй, это самое страшное, что происходит сегодня в России. Ну, и у нас срочная новость. Президент Украины прямо сейчас в этот момент выступает в Давосе. Я попрошу режиссеров показать прямой эфир выступления нашего президента. Напомним, что в рамках рабочего визита в Швейцарию президент провел ряд двухсторонних встреч. На полях саммита встретился с представителями крупного мирового бизнеса. Была встреча с генсеком НАТО. Среди прочего, при встрече с представителями бизнеса говорили об экономическом росте Украины, который в 2023 году превысил 5%. Об оптимистических прогнозах по росту ВВП на текущий год. Президент Украины, как мы знаем, пригласил инвестировать в Украину, участвовать в ее восстановлении. Напомним, что страна уже возобновила экспортные возможности благодаря функционированию независимого от России зернового коридора. Да, и еще буквально хотели с вами обсудить один вопрос. Появились интересные такие цифры от Росстата. Они обнародовали, что в России впервые за 10 лет зафиксировали рост числа людей с алкогольной зависимостью. И вот за 2022 год в России 54 тысячи пациентов получили такой диагноз алкогольная зависимость. Из них у 13 тысяч алкогольный психоз. Ну да, вот это данные Росстата, но мы все хорошо понимаем, что это только официально. А на самом деле сколько людей намного больше. Есть там комментарии интересные Минздрава, и там причиной роста числа людей с такой зависимостью считают, что вот это все пандемия коронавируса. А война здесь вообще ни при чем. Хотели вот услышать и ваш комментарий. Вы знаете, при слове Росстат у меня как-то сразу возникает дело статистиков, которое в 30-е годы еще проявилось, когда Сталину не понравились итоги переписи. И, значит, он, статистики были, Росстат был, ну тогдашний Росстат был расстрелян, ЦСУ это тогда называлось, Центральное статистическое управление, оно было уничтожено, и новые люди посчитали право. Вот. И в наше путинское время, значит, была замена, замена руководства Росстата, когда руководитель Росстата что-то неправильно начал считать. Так что здесь вот надо это иметь в виду. Что же касается алкогольной зависимости, то здесь, мне кажется, еще одни цифры. Значит, вроде бы как потребление водки в России несколько снизилось, зато резко выросло потребление, так сказать, заменителей, в частности, самогона и того, что называется, ну в широком смысле, боярышника, то есть всякие заменители водки. Поэтому здесь все обстоит еще и гораздо хуже. Но в целом, да, действительно, мы еще в самом, я должен сказать, что мы в самом начале того пути, который представляет собой развитие так называемого украинского синдрома, когда огромное количество людей хлынет в Россию, людей, которые придут с фронта, которые уцелеют на фронте, не лягут в украинский чернозем, придут с тяжелейшим синдромом поражения. Я думаю, что в истории, в истории, скажем так, 21 века не было такого явления, как вот этот вот украинский синдром, потому что и Россия после Второй мировой войны не знала такого, потому что то, что там в Америке был вьетнамский синдром, да, это была очень тяжелая история, потому что это были люди, пришедшие с войны и потерпевшие, фактически потерпевшие поражение. У нас в стране, в Советском Союзе, был афганский синдром, в России был чеченский синдром, но украинский синдром, конечно, по масштабам, по тяжести ни в какое сравнение не идет по многим причинам. Во-первых, потому что, в общем-то, в России впервые за длительный период воюют худшие. То есть это особенность вот этой вот войны. Это, так сказать, Путин посылает на фронт в основном дно. В основном это уголовники, в основном это люди из малообеспеченных семей, из депрессивных регионов, люди малообразованные, люди с очень серьезной деградацией, ценностной системы, при всем при том. Ну вот, надо просто... Тут просто цифры. Вероятность, скажем, москвича попасть на фронт примерно в 50 раз меньше, там по разным параметрам, по разным подсчетам, чем жителя Тывы или жителя, скажем, Бурятии или Дагестана. То есть это не потому, что там в Дагестане люди плохие. Проблема только в том, что в Бурятии, в Тыве нищета. Вот можно просто посмотреть уровень зарплат, уровень пенсии. То есть это действительно нищие регионы, деградировавшие, именно оттуда посылают людей. И вот эти люди, в том числе огромное количество преступников помилованных, они придут с войны. И вот этот украинский синдром, который выплеснется на территорию России, это будет такая катастрофа, которую Россию ждет. Сегодня мы в самом начале этого процесса. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. Всегда рады видеть в эфире Фридема. И напомню зрителям, Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был в нашем эфире.